Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Сегодня у меня нашлось время перегнать тот спирт-сред, который я два раза добывал. Первый раз я добыл 4,5 литра спирт-средца с браги, которая у меня была поставлена на пшенице, на диких дрожжах пшеницы. Извините. И последний раз я добыл 9 литров спирт-средца. Крепость напитка, которая у меня сейчас здесь будет, я сейчас это, ну, я обязательно это замерю. Прежде чем это сделать, мне нужно это все перемешать в этой емкости. У меня, ребята, на 37 литров перегонять я сегодня буду дробно. Использовать я буду ТЭН. ТЭН у меня идет на 3 кВт. Буду использовать регулятор мощности от доброго жара. Один раз я им уже пользовался на максимальной мощности. В принципе, меня все устроило. Сегодня я буду перегонять дробно и посмотрим, как этот ТЭН, не ТЭН, а регулятор мощности себя при этой перегонке поведет. Также, ребята, я буду колонну наполнять медной сеткой. Сетки у меня 4 штучки. Для моей царги, которая у меня идет 50 сантиметров на колонии Люкстальмастер, мне будет достаточно. Также я буду использовать сегодня джин-корзину от Сан Саныча. Узел отбора от Стильджета. Буду использовать его в режиме отбора голов. С помощью него это очень делать комфортно. Ну и корзинку я буду наполнять сушеными яблочками. Яблочки мне, ребята, с Белоруссии отправили. Яблочки вкусные, хорошие, натуральные. С садоса своего, так что я уверен, что напиток у меня сегодня получится шикарный. Но первые 3 литра, ребята, напитка я их солью вот в такую вот отдельную баночку. И на этом самогоне я буду настаивать бобровую струю. Теперь я все это мешаю, собираю колонну, замеряю крепость, разбавляю с водичкой и приступаюсь к перегонке. Спирт-средц перемешал. 13,5 литров у меня его было. Крепость 45 градусов. Теперь мне нужно этот спирт-средц разбавить до 20 градусов. Но я до 20 не буду разбавлять, я просто залью сюда столько же воды. То есть 13,5 литров воды. Где-то у меня крепость будет 22 градуса. Я считаю, что это идеально. Аппарат собрал, обратите внимание, какая у меня колонна сегодня будет. Первый раз я так буду аппарат использовать, чтобы все мои вообще девайсы были установлены на этой колонне. Мы посмотрим, что у меня получится. Аппарат собран, подал сейчас охлаждение. Быстро смотрю, ребята, чтобы везде все было герметично и начинаю нагрев. Краны перекрываем, что на подачу дефлегматора, что на холодильник. Все закрыто. И включаем нагрев. Изначально буду, ребята, нагревать на максимальной мощности. Это где-то 2,7 киловатта. Как только у меня температура в кубе поднимется до 60, я рукой буду трогать царгу. Как царга у меня начнет нагреваться, буду потихонечку подавать охлаждение именно на дефлегматор. При отборе голов я буду ориентироваться на термометр, который у меня установлен здесь. Тоже первый раз буду этим термометром пользоваться, установив его сюда. Ну и, конечно же, ребята, будем ориентироваться на температуру в колонне. Все, ждем нагрева. Как только температура в колонне у меня будет 30 градусов, я буду подавать охлаждение сразу же на дефлегматор. И температуру буду удерживать в диапазоне где-то 35-40 градусов. Ребята, также хочу сказать вам, допустим, если кто-то из вас приобретет девайсы, вот тот же, допустим, узел отбора от Steeljet, либо джин-корзину от SunSan, либо какое-то другое оборудование, где есть игольчатые вот такие вот краники, обязательно, ребята, все соединения мотайте фум-лентой, чтобы в период эксплуатации, когда вы это все подцепите, фум-ленту не намотаете, у вас будет капать, очень неприятно, я вот с этим столкнулся, и теперь каждую вообще перегоночку сразу же разобрал, фум-ленты свежие намотал, все плотненько протянул, и уверен на 100%, что в период перегонки меня эти соединения не будут беспокоить, нигде не будет ничего капать, можно будет спокойно лечь спать, поставить будильник часа на 4, через 4 часа проснуться, емкость сменить, и с утра наслаждаться вообще тем результатом, который у меня получится. Температура у меня уже в кубе почти 78 градусов, в колонне пока, ребята, 21 градус, но царга, царга вот здесь уже горячая, я думаю, что скоро уже надо будет подавать охлаждение на дефлегмат, и дать колонне поработать на себя минут 20. Диоптер начинает потихонечку запотевать. Температура стала нагреваться, царгу уже невозможно держать, она горячущая, можно даже увидеть, что флегма по конусу стала спускаться обратно к нам в бак. Температура здесь у нас 49,5 градусов, в самой колонне пока 21,3, но чтобы не обломаться, я сразу же мощность на Т не добавил до киловатта и подал охлаждение на дефлегматор. Крам открыл полностью. Все, теперь жду, пока у меня температура в колонне стабилизируется до 35 градусов, колонна отработает на себя 20 минут и буду отбирать головы. Голов я буду отбирать в районе 500 грамм, вот в эту вот емкость. Колонна на себя отработала, обратите внимание, что температура в данный момент сейчас 69,3 градуса, а здесь 26,3 градуса, температура не поднимается, напор воды вообще сделан минимальным. Флегма возвращается обратно в бак, но я думаю, что колонне уже нет смысла на себя больше работать, нужно приниматься за отбор голов. Берем краник и открываем на один оборотик. Нужно настроить отбор голов именно по капельной, капелька в секунду. Вот я вижу, что уже капли голов. По трубке спускается вниз. Вот она идет, идет, идет. Головы покапали. Нужно кран чуть-чуть призакрыть. Все, настраиваем, ребята, по капельной отбор голов и отбираем 500 миллилитров. Отбор голов настроен, капелька в секунду. Заняло это у меня буквально полторы минуты. Ребята, человека поступил у меня вопрос, вот хотел бы на него ответить в своем видео. Отбираю в данный момент головы. Голов отобрал 100 миллилитров и этот человек утверждал, что эти головы бегут кипятком. Я хочу вот эти сомнения вообще и его доводы развеять, ребята. Голову на данный момент температура 25,9 градусов. Продолжаю отбирать голову дальше. Отобрал уже 150 миллилитров. Осталось еще 350 миллилитров. Температура на узле отбора голов мне в данный момент показывает, что 75 градусов. До 74 градусов я буду голову эти отбирать и после этого буду кран на охлаждение дефлегматор перекрывать. Буду подавать охлаждение уже на основной холодильничек и отбирать тело. Пока ребята у меня отбираются головы, я решил быстренько заполнить свою корзинку яблочками белорусскими. Корзинка объем по-моему 300 миллилитров. Берем яблочки. Яблочки у меня сушеные. Качество, ребята, обратите внимание на качество яблок. Яблочки сладкие. Уверен, что и напиток у меня получится шикарный. Обязательно друзей угощу им. Уверен, что им понравится. Да им вообще все напитки мне нравятся. На халяву вообще все напитки вкусные. Весь уксус сладкий. Половинку корзинки наполнили. И вот такая вот прокладочка есть здесь. Не знаю, конечно, для чего нужна. Если кто-то, ребята, в курсе, прокомментируйте, пожалуйста, это видео. Мне очень интересно, для чего посерединке производитель Сан Саныч вообще рекомендует эту прокладочку. Так, яблочки загрузили. Вот так вот. Все. Ребят, кому будет интересно в приобретении джин-корзина от Сан Саныча, я ссылочку оставлю в описании. Проваливайтесь, заказывайте. Но я, ребята, корзинкой доволен. Отбираем голову. Отобрали уже 250 миллилитров. Осталось еще столько же. Вот еще я 100 миллилитров голов отобрал. Думаю, что голову отбирать уже нет смысла, потому что сейчас и по запаху уже чую. Напиток идет хороший. Теперь смотрите, ребята, что я делаю. Так, я беру краник, его полностью перекрываю. Так, открываю холодильник. Кстати, вот не знаю почему, но вот эти краны, после того, как ты их полностью перекрываешь, открыть их уже сложновато. Так, кран на холодильник, ребята, я полностью открыл. Кран на дефлегматор я полностью закрываю. Сегодня я буду использовать колонну в обычном режиме. Так. Все, теперь у меня с охлаждения идет только на холодильниче. Нагрев, ребят, нагрев я чуть-чуть добавлю. При нагреве где-то в 1 киловатт, может быть, киловатт-100, я буду отбирать тело. Температура в колонне стабилизировала, 75,9 градусов. Температура в кубе 89. И продукт по силиконовой трубочке стал поступать ко мне в баночку. Бежит он напорчиком. Напорчик хороший. Первые 3 литра я отбираю, чтобы настаивать струи бобра. Все, смотрим, дальше наблюдаем. Крепость как 3 литра я отберу, я обязательно замерю. Но голов, друзья, голов я отобрал вот где-то в районе 500 миллилитров. Этими головами я буду разжигать мангальчик. Температура в кубе 88 градусов. Температура перед узлом отбора 74,3. Температура в колонне 76,4. Напиток, ребят, который сейчас в данный момент ко мне поступает вот в эту баночку. Он просто вкуснейший. Так как у меня брага вообще изначально была поставлена на варенье, запах сладостей каких-то. Смородинкой даже пахнет. Сейчас вот у меня уже дружище бежит. Я говорю, ты все, приходи, 5 часов прошло. Говорю другану, у меня уже напиток пошел, который можно употреблять. Я говорю, тебе обязательно налью бутылочку, и ты отведаешь завтра эту сказку. Все, он бежит сейчас. Будем дегустацию делать. А пока отбираем дальше. Решил я замерить вообще, какая на данный момент у меня крепость бежит вообще на моего напитка. Сейчас отбираем вот эти 100 миллилитров, замеряем. Замеряем крепость. На данный момент крепость напитка, которую я отбираю, составляет 82 градуса. Я считаю, что это неплохой результат, так как колонну я использую сегодня в обычном режиме. Производим отбор дальше. Температура в кубе, ребята, ровно 90 градусов. Посерединке у меня здесь 76,7. Температура в колонне 79 градусов. Напиток, который я сейчас сюда отбираю, он у меня бежит. Струйка точно такая же. Теперь, смотрите, ребята, 3 литра я уже набрал. Теперь я беру, меняю емкость еще на баночку, трехлитровую крышечку. Вот так вот одеваем. Эту баночку сейчас я закрываю. И отбираем дальше. По времени пользоваться джин-корзинкой. Так, берем, откручиваем крышку. Можно, конечно, эту крышку и не застегивать, но я это делаю. Так, берется, открывается верхняя крышечка. Так, берем корзиночку и туда опускаем. Потом берем крышку верхнюю. И корзинку нашу, ребят, закрываем обратно хомутиком. Берем, когда наш напиток, который в данный момент поступает ко мне в емкость, насытится яблочками. Температура сейчас у меня еще в колонне 78,9 градусов. Температура хорошая, напиток сейчас, в данный момент, бежит 80 градусов. Отбираем дальше. Ребята, температура в кубе 98 градусов. Температура в колонне 87,9. Я думаю, что отбирать уже мой напиток нет смысла. Я и так уже отобрал его достаточно. Ребят, обратите внимание, трехлитровая баночка у меня получилась. Здесь у меня крепость напитка 80 градусов. Трехлитровая баночка добегает здесь крепость напитка, но я думаю, градусов где-то 70. Сейчас, конечно, у меня все это до комнатной температуры остынет, и я этот обязательно результат замерю. Ну и, конечно же, ребят, 3 литра я залил бобровую струю и голов еще отобрал 500 миллиграмм. Так что, ребят, все закончилось. Если честно, такой был этот труд, чтобы вообще эту перегонку двойную сделать с баком с таким 37-литровым. Конечно, я до этого все на двадцатке работал, там, конечно, по времени немного занимало все гораздо быстрее. Ну, не суть. Все я сделал, перегнал. Ребят, обратите внимание вообще на результат моей сегодняшней работы. Крепость напитка у меня получилась 80 градусов. Объем 3 литра, 2,5 литра, может быть, чуть больше. И вот 3-х литровая банка была у меня изначально, я отбирал, не насыщая этот напиток, яблочками. Тоже 3 литра. Литр я товарищу отбил, остальное все залил в эту емкость. Сейчас у меня в данный момент здесь настаивается бобровая струя. Результатом я доволен. Тот напиток, который, ребят, я насыщал яблочками, это вот у меня почти 6 литров 80-градусного напитка. Запах яблок присутствует. Я буду уверен, что дать этому напитку отдохнуть дней 5-10, и яблочки эти будут, конечно, еще больше чувствоваться. А так, в принципе, работы аппарата своего я в очередной раз остался доволен. Джин Корзина мне тоже понравилась, узел отбора голов, ребят, мне тоже понравился. Так что, если и вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Уверен, что видео мы будем снимать как можно чаще, интересней, экспериментировать, тестировать, может быть, различные новые какие-то аппараты. Так что вот, всем пока, до скорых встреч!